В чем может состоять искусство риск-менеджмента? Потому что у каждого из нас есть точные идеи на эту тему, но сначала я представлю участников нашей панельной дискуссии Ольга Степанова – больнос, Ольга Козина – НЛК, меня зовут Пенков Генрих, Высшая школа экономики. Что мы хотим, с чего начать? Вот вчера Алексей предложил нам в обсуждение тему искусства посмотреть на Америку и рассматривая Эдгара и Ланукова. Мы предлагаем посмотреть в другую сторону, на раствор, сейчас объясню почему, и это будет некоторым введением в тему, чтобы у вас появились ассоциации. А дальше мы уже пойдем по более точечным вопросам, чтобы вы не думали, что это что-то очень абстрактное. Вы наверняка встречали людей, которые говорят, что то, чем я занимаюсь – это искусство, а не наука. И часто такие люди подразумевают, что есть в деятельности что-то уникальное, неавтоматизируемое и человек незаменимый. Я хочу привлечь ваше внимание к одной исторической параллели, которая, на самом деле, указывает на нечто обратное. Что стало с искусством, почему, как оно родилось. Некоторое небольшое отключение. Кому-то из вас знакомы эти иерогики? Как коллеги, знающие содержание презентации, понимают, что это немножко… Сложись на ключи. Того, гвоздь в левом. Человек, гвоздь. Да, человек, да. Гвоздь, щит. В общем, то, что это связано с человеком, правильно. А что с этим связано – это, на самом деле, боевая техника и боевое искусство. Что произошло в Японии во время революции Майдзи в 1890 году? То, что вы знаете, как современные боевые искусства, например, тюдо, айкидо, каратэ, до. Вот эта приставка до – путь, которая есть, она интерпретируется как путь или как искусство. Но возникает вопрос – а почему? Как оно родилось? То есть, на самом деле, оно не такое дрессое, что было до этого. До этого была техника. Было айки дзюцу, дзюцу или джиу джитсу. Что, вообще, почему появился такой переход от техники к искусству? И когда вы, вот я говорю про это, вы думаете про риск менеджмент, да? Как идет переход от техники к искусству, да? Посмотрите, в те времена, что понадобилось, чего не хватало? Не хватало, первое – не было структурированного знания. То есть, те, кто приходили учиться, как делать броски, им просто показывали раз, показывали два, показывали три. То есть, спрашивали, а почему надо делать так? Им никто не мог объяснить, но просто повторял второй-третий раз, говорил, у меня так получается, поэтому нужно делать так, да? То есть, на самом деле, знание было нераспространяемым. Второе, что добавилось, на самом деле, дополнительное понимание можно назвать моральный дух, дополнение физики, техники, когда важно понимать, что, когда эту технику применять и не применять в современном обществе, потому что задача уже не просто убить, так как было всегда связано с боевой техникой, да? А надо быть достойным человеком. Так вот, это первый момент, в итоге, чтобы вы подумали, искусство – это все-таки про структурирование или про творчество, про что? И вот здесь основной переход к риск-менеджменту. Чем он является? Вот первый момент, который мы хотели бы спросить у вас, да? Что такое риск-менеджмент? Вот если бы вам спросили, на что ориентироваться, чтобы управлять рисками, что надо знать, что является некой основой, вот чтобы вы сказали, что нужно учитывать. У нас есть микрофоны, у нас есть один микрофон, второй. Коллеги, вот на ваш взгляд, что самое главное? Я просто хотел записать, чтобы использовать это в нашей дальнейшем искусстве. Какие идеи есть? Можно просто громко говорить. Мне кажется, основной, когда риск, там, рассказ, финансист, там, это концепция риск-доходность. По крайней мере, это первая статья, в следующем году. Риск-доходность. Что еще может быть? Что еще важно? Чтобы управлять риском, что еще нужно знать, думать? О чем? Обменить оценивать. Обменить оцениватьриск. Обменить оцениватьриск. Аппетит. Это, наверное, можно отнести к оценке. Так, коллектив. Объем. Возможности. Ну, объем, он где-то, наверное, между оценкой и аппетитом, да? То есть, смотря, мы говорим про текущий план. Стратегия. Стратегия. Что есть еще? Что может быть еще? Все это отношение с моим человеком к риску, потому что он готов вставать. Здесь коллеги правильно отмечают, что вот аппетит, да? Часто вот, когда вы смотрите, мы пытались вспомнить, какой бы наглядный пример можно вспомнить, как люди начинают свою работу в риск-менеджменте. Расскажешь пример, который был в роли нового коллеги, который в риск-менеджментах? Ну, вот вчера с Генрихом обсуждали, да, действительно, там, что относится чаще всего к риск-менеджменту, и вот вопрос был по поводу оценки, потому что вот у меня лично был случай с жизнью, да, когда я там, типа, искал молодого сотрудника на позицию, ну, пришел мальчик смехвата, и, поскольку он смехват, я, понятно, что он, там, математические части хорошо ученые владелами, да, я ему начала рассказывать, там, знакомиться с отчетностью банковской и прочее, и в том числе мы, как бы, для оценки, естественно, в размере позиции использовали какие-то показатели с банковской отчетности, вот, и потом, ну, как бы, у нас с ним была беседа, да, там, еще с другими товарищами, вот, и он, как бы, высказал такое мнение, что, он говорит, а вот я, говорит, всегда считал, говорит, что, придя, говорит, вот, в риск-менеджмент, там, говорит, они все такие модели какие-то красивые строят, там, и, то есть, сидят за собой, блядь, только какими-то красивыми моделями разработкой занимаются, оказывается, тут отчетность надо читать, вот, и вот это, значит, наш, там, друзья, ответил, что, welcome to real life guy, ну, что, собственно, вот, вот, к чему вот Генрих начал сейчас этот разговор, да, что вот сейчас мы хотим, как бы, обсудить, да, что, каковы ожидания, вот, молодых, там, людей, студентов, которые, вот, там, хотят заинтересоваться этой профессией, да, насколько они совпадают с тем, что, как мы ее видим изнутри уже, как вот специалисты, не первый год в этой профессии, варящиеся, да, и вот донести наше вот это видение изнутри. Вот, и я просто добавлю, спасибо, или то, что, вот, например, есть лифтония, да, восприятие, это важный момент, но вот если вы спросите человека, который каждодневно работает с рисками, ну, к сожалению, с функцией полезности, с чем-то таким, вот, не работает. Я бы вот еще добавил просто артию важную, это культура, именно управление, то есть культура организации и непосредственно кооперативное управление, куда мы можем встроить, какое принятие решения. А вот есть еще один элемент, который, вот, чем отличает, например, Ольга, да, когда начала работать в промышленных предприятиях, у нее как раз одного элемента на один элемент, который надо учитывать, стало меньше. Что это за элемент? Когда начала работать в промышленных предприятиях по сравнению с банком. Ну, то есть, как капитал, не было. Регулирующие органы, некоторые регулирующие ограничения, да, то есть... Дело не в том, что мы не считаем капитал, дело в том, что нам... Мы считаем капитал для себя, мы не для... Мы считаем капитал не для ЦБ, мы считаем капитал не для себя, мы продавляем рисками только потому, что мы хотим этим заниматься. Только потому, что мы видим такую целесообразность. Вот и все. Это вот, на самом деле, к чему выходит, да? То есть, очень часто, по нашему опыту, риск-менеджеры, мы сейчас тоже дойдем до некоторых вопросов, думают, что... Что такое управление рисков, да, вот, оценка, да, вот, то, что есть направление квантов, вот, перерастающих в бизнес, да, это вот... Да, это про оценку, да, то есть, люди могут посчитать, но как с этим жить? Часто возникает претворечие между расчетами и регулированием, что-то невозможно реализовать, что-то стоит дороже, чем теоретически, да? Вот, я бы хотел перейти к следующему вопросу, который... То есть, поэтому здесь вот то, что есть, чтобы подвести итог, да, есть количественные моменты, методы, есть связанные с бизнесом вещи, да, то есть, возможности, культура. С точки зрения аппетита, есть доходность, да, это, наверное, связанные вещи, ну, а то есть, ну, оно не всегда, я не знаю... Я бы сказала, что риск и доходность и аппетит – это ближе... Доходность и аппетит – это к бизнесу ближе, да? Вот, возможности... Вот, стратегия тоже, наверное, к бизнесу, то есть, вот эта вот... Доходность, аппетит, стратегия – это к бизнесу, возможности где-то на стыке бизнеса и рисков, а вот культура – это вот какое-то общее понятие для всех, но которое, к сожалению, надо развивать и всегда на то, что на уровне. Вот, сейчас, давайте, если перейдем к следующему... Я хотела потом взять небольшую паузу, касательно того, что такое риск-менеджмент и как он выглядит со стороны, и как выглядит изнутри профессия. Недавно имела очень интересную дискуссию с человеком, у которого большой опыт работы на волос-стрете. То есть, ну, по сути, человек должен был хорошо представлять структуру финансовых рынков, структуру управления капиталом в компании, и в какой-то момент мне задал вопрос, о чем ты вообще занимаешься? Ну, то есть, вот риск-менеджмент – это что? Не всегда казалось, что риск-менеджмент – это вот, ну, как бухгалтерия, да? Ты приходишь, у тебя есть определенные инструкции, как внутренний контроль, и ты должен проверять. Соответственно, при этом твой бизнес-процесс эти инструкции, ну, и не соответствует. Когда я начала рассказывать, собственно, в чем моя работа заключается, он был очень удивлен. Но это же бизнес, это именно. Я рассматриваю риск-менеджмент как подразделение, такое же зарабатывающее и такой же бизнес, как фронт. Просто немножечко с другими управлениями, там, немножечко с другими техниками, которые мы используем в своей работе. Но я точно знаю, что очень многие люди, входя в риск-менеджмент, считают, что есть некие секретные технологии, которые позволяют от всего защититься. Кстати, мне кажется, про них следующий вопрос – про эффективность. Да, вот когда возникает вопрос – бизнес, не бизнес, да, то есть, что такое риск-менеджмент, а как оценить вообще, чем мы занимаемся – эффективно, неэффективно. То есть, вот, доволен ли аксомер, то есть, кто, кто вообще, что может быть Мерина, на ваш взгляд? Вот здесь я, наверное, сейчас попрошу тогда мою презентацию, на секундочку, да. Питер, ага. Вот я, как бы, отвечая на этот вопрос, решила показать вот такой слайд, да, значит, там, сперва прокомментирую картинку, ну, там, русские, как бы, жители хорошо её знают, для иностранных представителей небольшой такой флэшер-бэк она сделана. У нас в России есть такой очень известный культик, который с детства знают, про то, как котёнок с щенком решили есть одну сосиску и на серёнке встретиться. Ну, и сосиску у них быстро попчелось. И они потом сидели обсуждают, что какая маленькая оказалась сосиска. Вот, так это я к чему? Потому что, по моему мнению, вот обычно действительно есть, во-первых, проблема, что доказать, да, чем вот хорош, в чём была заслуга рис-менеджмента. То есть обычно, как считается, что там бизнес принёс профит, молодцы, получили с этого бонуса шикарно, да. Что в этом деле сделал рис-менеджмент, кроме как постоянно вставлял палки в качество бизнеса, в общем, обычно никто ничего не знает, пока не случится всё плохо вокруг. Но когда случается всё плохо, да, рисковик тоже обычно радуется, но очень недолго, потому что плохо всё, в том числе уже и рисковый, и даже тогда тоже риск, собственно, как правило, обвиняет, а что же мы там вовремя всё-таки предусмотрели, предупредили и так далее, да. Даже если есть какие-то средства защиты, они и сработали, может, да. Вот. Так, поэтому, конечно, вот жизнь рисковиков, там, упадки корпоративных организаций, да, довольно трудна в плане доказания, вот, а какой же их value, собственно, что они внесли. Так вот, по моему мнению, на самом деле, value у них точно такой же. То есть, на самом деле, вот для меня, моё личное мнение, да, что мерилом эффективности ресвешинг, то является всё та же прибыль, потому что она состоит из доходов, собственно, которые заработал бизнес, да, но из неё вычитаются убытки. И вот риски должны быть направлены, по моему мнению, на то, чтобы вот минимизировать вот эту вторую величину. И, собственно, идея это не дала, потому что даже, вот если мы рассмотрим, я вот привела такие краткие формулы, там, модель Марковицы, например, с которой, там, начинался вот финансовый риск-менеджмент, да, то, собственно, если взглянуть на это математически, мы решаем одну и только задачу, только она двойствует друг дружке, да. То есть, бизнес у нас максимизирует прибыль, вот, вот, правая от вас часть, да, при каких-то ограничениях в лимитах на риск, да, там, том же риск аппетита и так далее. А риски пытаются всеми силами минимизировать риск, убыток, да, при том, что, ну, надо хоть как-то жить и какую-то маржу показать. И вот к чему была эта картинка, да, что, собственно, мы с бизнесом едим одну и ту же сосиску. И, соответственно, тогда наша заинтересованность общая должна быть в том, чтобы сосиска была как можно больше и сытнее и вкуснее. Оль, можно перед тем, как тебе слово передам, небольшой отвлекающий пример приведу, то есть тоже, чтобы узнать мнение по его поводу, один коллега мне недавно заявил, говорит, знаете, есть один европейский банк, он так классно управляет рисками, почему? Потому что у него отчет на 232 страницы. Вот, на твой взгляд, это критерия? Мы имели много дискуссий в банке и не в банке теперь на тему того, а как же оценивать эффективность работы рискового разделения. И, наверное, даже последняя дискуссия, так и последняя лебединная песня в банке, она была связана с тем, что, я считаю, по поводу того, что такое эффективный риск-менеджмент. И, по большому счету, да, всего в конечном итоге упирается в эффективность ведения бизнеса и, наверное, в рентабельность. Да, рентабельность зависит не только от внутренней политики компании, от условий рынка тоже и от, собственно, там, отрицелей, в которой этот бизнес работает и так далее. Основная задача риск-менеджмента, она, в общем-то, заключается в том, чтобы вовремя распознать и предотвратить реализацию каких-то угроз. И весь риск-менеджмент, он на то и построен. Идентификация этих угроз на оценке их влияния и на выработке той стратегии, которая либо позволит избежать этих угроз, либо минимизирует их последствия. Не только, не всегда это выражается в деньгах. Там, когда мы говорим про риски охраны труда, это просто мы говорим о человеческих жизнях. Ну, это как раз были промышленные предприятия. А, в принципе, наверное, общим словом это можно назвать, в принципе, процессами. Да, то есть иногда не обязательно это будет находить отражение, именно как выстроен процесс, те же операционные потери, сбои, какие-то... Абсолютно, конечно. Про эффективность бизнес-процессов для меня риск-менеджмент гораздо больше, наверное, чем про количественное денежное выражение. И тут интересная история про отчетность. Для меня, чем отчет длиннее, тем он менее понятен и, наверное, менее полезен с точки зрения возможности принять на его основе какие-либо решения. Задача-то как раз всей ощутенности показать картинку настолько полной и настолько органичной, что ли, да, чтобы из нее явно следовало, что же нам надо с этим сделать. То есть, в принципе, отчет может быть в каком-то смысле характеристикой, только если он наглядный... Если он дает полную картину, да, если у кого-то есть. Ой, кстати, недавно посмотрели прекрасный фильм, посмотрите обязательно «Экраны принижения». Это же просто история про рынки. Там отличная иллюстрация того, что происходит с людьми. Отчеты о сделках, да, они просто гигантские. Правда, я сама секьюритизировала ипотечные публики. Это сумасшедший объем информации. Просто большие отчеты приводят к тому, что их никто не читает. Я работала в инвестбанкинге. В 2008 году мы покупали CDO. И разные структурные ноты, я помню эти ужасные инвестиционные меморандумы, проспекты и миссии. Это вот огромные-огромные документы. И вся суть информации с 16 дней в самом конце написана самым маленьким шрифтом и еще таким языком, что вообще непонятно, о чем идет речь. Все ковенанты и все триггеры, которые вкручены, как правило, в структурные ноты, это та информация, которая вообще не следует из первого прочтения документа. Это как раз, к слову, об отчетах. И весь, ну не знаю, кто смотрел «Игры-приняшники» в «Метеороле»? То есть вы понимаете, да, о том, что когда люди сказали, «А кто читает эти отчеты?» Я громко на весь зал бы смутила и сказала, «Я читаю все отчеты». Правда, это включил к успеху, когда люди не читают, мониторят финансовую отчетность только по цифрикам и не утруждают себя прочитать годовой отчет полностью. Это странно. Если позволите, можете переключить, пожалуйста. Вот небольшой пример в дополнение к тому, что Оля сказала. На самом деле, вот на прошлой зимней школе Алексей, по-моему, показывал график, сколько страниц базильский комитет опубликовал. За десять тысяч страниц вопрос, кто прочитал. Я уверен, Алексей прочитал, а вот кто кроме него их прочитал. Есть еще вице-президент Банка Англии, сейчас он главный экономист Банка Англии, Эндрю Халдейн, он вот считал как раз то, что Оля говорит про CDO. Он посчитал примерно, да, то есть сколько меморандумов выпущено, есть инструменты, вот не CDO, а есть CDO на CDO, да, CDO Square. И он посчитал, что на одного инвестора и на среднего вообще заинтересованного, а просто на одного инвестора, кто вкладывал CDO Square, приходилось примерно миллион страниц. Если вы понимаете, что у вас идет андридинг-выпуск, примерно месяц в лучшем случае на подписку на подачу заявки, за месяц проанализировать миллион страниц невозможно. Поэтому вот это вся проблема, которая лежит, а мы есть. Вот позвольте, давайте перейдем, может быть, к следующему вопросу, который, на наш взгляд, связан вот с тем примером, который мы начали обсуждать, когда пришел человек грамотный, с теоретической базой вообще. Вот есть и задать секундочку. Можно секундочку еще вот к оперативной эффективности? Я еще один аспект хочу подкинуть, буквально минутку переключить презентацию, пожалуйста. Просто нажми на второй секунд еще раз. Вот еще один момент хочу подкинуть вот в тот список. Очень часто к рейсмешмоте относятся, ну, тем более там банках, да, что они говорят, а составьте нам прогноз, а как будет, да. То есть вот на самом деле, на мой взгляд, на рейсмешмот переносится совершенно не его функции, да. То есть пытается превратить, ну, раз рейсмешмот должен там все предвидеть, все несчастности в будущем, да, и, вовремя, их сигнализировать, вот, то постепенно происходит обмен понятий. То есть эта рейсмешмота начинает требовать вот не ответ на вопрос, что нам делать, если будет плохо, а четкий ответ на вопрос, когда будет плохо и насколько будет плохо. Так вот, мое мнение, что это как раз не функция рейсмешмота, и вот в то вот мерил эффективности нельзя добавлять, то есть вот перечислить там, что можно добавить, да, а вот что именно нельзя добавлять, это то, как, то есть заставлять рейсмешмот делать прогнозы, да, и карать потом рейсмешмот за то, как этот прогноз не оправдался. Да. Да. Да, рейсмешмот разбита, но это быть, вот, чтобы точно запомнилось. Это вот главное то, что надо запомнить, и продолжение, да, как раз того же, что Оля начала рассказывать про человека, который пришел с ней с подготовкой и говорит, ну, я же умею строить, читать, да, вот вопрос. Генри, микрофон, потому что мы тебя слышим, а слушателей нет. Алло. Алло. Да, да. Вот. Нет, я просто виноват. Спасибо. Соответственно, вопрос-то в чем? Вопрос, нужно ли уметь вообще строить умные модели, да, то есть на самом деле вот то, что мы назвали Welcome to… The Real Life. The Real Life, да, то есть добро пожаловать в реальную жизнь, это на самом деле очень-очень сильно приземляет, да, вот вопрос к вам. Как вы думаете, нужно ли вообще уметь строить умные модели? Ответный вопрос, а что такое умные модели? Ну, назовем, вот для меня, когда первая реализация… Не знаю, кто-то в ОДК знает, что такое? Айкап, внутренняя процедура оценки достаточного капитала, по идее система интегрированного управления рисками, всеми рисками, да. Когда мы впервые в банке несколько лет назад выстраивали, у коллег, которые подключились к проекту, было опасение. Неужели он, поскольку он знает, попросит использовать копулы для агрегирования риска? Вот копулы, назовем это умные модели. Но мы понимаем, что суть вот не в том, что не в изощренности, да, а суть в практичности. То есть, насколько нужно вот действительно так усложнить, например, использовать модели, как они называются, случайного леса или для оценки модели вероятности дефолта, да, или нейронной сети. Может быть, там МНК достаточно, если, в принципе, наблюдений хватает. То есть, насколько вот такого рода изощрения нужно? Я тебя услышала. Просто, ну, все применения любой модели, есть какая-то дальняя повестка, да, мы зачем-то все это делаем. Единственной целью построения модели является принятие какого-то решения на основании этой модели. Если мы не понимаем, что мы получили в результате, мы не можем ничего решить, что нам с этим делать. Результат ради результата нужен только ради оценки. Если нам ЦБ сказал посчитать так, и мы посчитали так, и ЦБ там где-то себе записал. Ага, у них вот так. Я не знаю, может, они знают, что с этим делать. С точки зрения управленческих решений, кстати, я вполне допускаю, что с точки зрения, ну, рест-менеджмента у регулятора есть свое видение на функции рест-менеджмента, потому что они же, ну, не каждую конкретную организацию видят, да, для них очень важно поддерживать систему в работоспособном и жизнеспособном состоянии, и там немножечко другие процессы происходят. С точки зрения управления бизнесом сложное моделирование, наверное, там доступно только тем компаниям, которые реально имеют очень высококвалифицированный топ-менеджмент, который хорошо понимает риск, да, или там, который хорошо разбирается в процессе устроения модели. Кстати, честно говоря, на правительственной матрице там даже мало кому могу объяснить вот так на пальцах, чтобы, да, чтобы люди поняли, о чем мы с этим можем сделать. Поэтому, ну, я за, наверное, какой-то более-менее качественный результат, за вменяемые усилия. Мне гораздо важнее получить результат быстро и плюс-минус качественно, ну, относительно, да, и точно там принять на его основе какие-то решения, чем уйти в этот процесс совершенствования модели, уточнения модели и так далее. Как по мне, так любая модель лучше, чем ее отсутствие. И, там, даже самая простая штука, там, даже самая такая простая скорбинговая модель, допустим, это принцедование дает эффективность сразу, достаточно большую, а вот уточнение этой модели, добавленную эффективность дает не очень существенную. Так, вот здесь, благодарю, если, Оля, можно тебе ответить вопрос? Потому что, мне кажется, вот с последними двумя высказываниями про скорость не согласятся коллеги, которые завтра будут участвовать в секции по высокочастотной торговле, потому что вот им-то как раз нужно не просто какую-то модель, да, не просто дающую общее направление, да, вот насколько, вот, я не знаю, знакомы вы или нет с высказыванием Джона Мейнерда Гейнса, но он это, правда, говорил около ста лет назад, да, что it's better to be proximately right and precisely wrong, то есть вот все-таки, да, то есть лучше быть все-таки примерно правым или точно неправым? Ну, я, я тут так скажу, вот, я, там, согласна с Олей Геннерхо, да, и вернусь к вашим же процитирую, да, потому что, и к твоему вопросу, да, что понятно, что хорошо, конечно, быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, да, это к чему, что если мы обсуждаем, да, вот, и к тому вопросу, с которого Геннерх начал, да, по поводу вот взаимосвязи искусства, вот, параллели с боевыми искусствами, я здесь хочу обратить внимание на такой аспект, что вот слово искусство, ну, наверное, как и в английском языке, так и в русском, да, оно как бы два таких вот аспекта под собой имеет. Одно – это вот то, с чего Геннерхо начал, это искусство в плане высшее владение неким мастерством, то есть вот там настолько уже мы владеем этими боевыми искусствами, чтобы вот уже именно как, что это красиво, что это действительно уже, то есть такая степень мастерства, что это не просто там какое-то сложение неких техник, а именно искусство, что-то целостное, или там как в художественной гимнастике, например, да, что это не просто уже набор или фигуруем кота, не просто набор каких-то отдельных прыжков, а это вот именно выглядит как некое такое действие уже из разряда искусства. Это один аспект, то есть искусство – это там высший уровень владения неким вот мастерством, да, некой техникой. А второй аспект, то, что мы называем искусством, то, что вот Алексей вчера нам рассказывал, проводил сравнение с наукой, да, что это как антоним науки в том плане, что в науке все четко, слажено, мы можем аналитически большую часть там выразить этого всего, да, формализовать, а искусство – это некая такая аморфная творческая сфера, неизмеримая, а как бы она у нас есть, да, но мы не можем сказать. И вот в риск-менеджменте, например, да, тоже вот вопрос про умные модели и прочее. Вот умные модели – это искусство в плане понимания высшей степени владения моделями. То есть прекрасно, когда у вас приходит специалист, там какой-нибудь математик на высшем уровне владеет моделями настолько, что может там под любую ситуацию вам разработать модель, откалибровать ее каждую секунду, и даже, допустим, и скорость там может придумать, чтобы она скоростно обновлялась, и все. Конечно, кто же спорит, это прекрасно, это здоровые и богатые, да, никто не спорит, что это хорошо. Но при этом ограничением, то, что Ольга сказала, надо не забывать, что выступают ресурсы. Ресурсы денежные, там, на разработку этой модели, на оплату такого хорошего специалиста. Ресурсы временные – это вот как раз к вопросу скорости, да, можно до бесконечности три года разрабатывать модель, которая потянет на Нобелевскую премию, да, но она, это будет неприемлемо для бизнеса, потому что бизнес – это не научный кружок, который будет три года ждать мегагениальную модель, да. И тоже ресурсы, то, с чего Ольга начала, понимание, да, что вот этот один человек, он понимает, что он прекрасно разработал, но никому донести не может, насколько это прекрасно. И вот как раз то, что Алексей вчера говорил, да, что, хорошо, мы можем даже подогнать какие-то формальные критерии понимания, шедевр это или не шедевр, да, вот, но даже при этом, вот, человек, допустим, разработал модель, да, говорит, я сделал шедевр, а ему не впонять не может, да, все же там, не знаю, там, Микеллианзе он, например, создал скульптуру, он понимает, что он гениальную скульптуру далека создал, а вокруг, например, какие-то там крестьяне болграмотные, да, которые, ну, ну, мы из этого камня лучше дом построили, да, там, испортим хорошую кучу камня, да, вот, поэтому присутствует ограничение в ресурсах, а вот в плане второй составляющей, да, вот этой вот аморфной составляющей, вот мы как раз с Гейн Мехом вчера спорили, что, да, вот ответ на вопрос, нужно ли уметь строить, уметь нужно, нужно ли всегда применять, вот, зависит от ресурса, это раз, а во-вторых, даже при применении надо не забывать, что всегда от каждой модели, то есть вот в моей вот предыдущей картинке, да, и надо забывать, что мы не сможем, мы не можем составить модель Господа Бога, и как какую гениальную, красивую, точную модель мы не составили, всегда остается некая иррациональная часть, которая не покрывается моделью, и даже не обязательно она не всегда иррациональная, вот, допустим, предпосылки какие-то ввели, мы ими отграничили некий кусок от реальности, уже отрезали, заборчик поставили, да, от реальности, и вот то, что за этим заборчиком, то есть существует некий какой-то кусок реальности, который мы модели не описали, и если он формализован окей, можно продолжать развивать модель в этом направлении, но если он не способен формализоваться, это какое-то чувство, ощущение, то, ну, как бы, надо знать, что он присутствует, да, но мы понимаем, что моделью мы это покрыть не можем, вот, например, самый простой пример в том же, там, трейдинге, вот, завтра там будет обсуждаться и прочее, да, что, вот, хорошо, мы разработали, там, какую-то красивую модель, она профитная, там, всегда в большинстве случаев работает, мы так же вот высокочастотной, там, помонтировали, толкарит, мы в роботов, все прекрасно у нас, но всегда будет – вот мое личное мнение – что какой бы мы прекрасного робота ни разобрать, всегда будет оставаться интуитивной части, то есть вы совершаете сделку или рисковик одобряет, не одобряет, да, там, принимает участие в рассмотрении сделки, всегда есть еще интуитивное отношение, вступать вам в эту сделку или нет, потому что ответ, либо да, либо нет, мы не можем у Rid's wedding остаться, То есть, либо вступим в сделку, либо нет. А вот сейчас, перед тем, как перейти дальше к обсуждениям, у Виктора вопрос? У меня не вопрос. Раз, раз, раз. У меня не вопрос, у меня тоже еще один ответ на твой вопрос. Немножко с другой стороны. Во-первых, на вопрос про завтрашних ребят и точность моделей. Если я вернулся во вчера, да, потому что я рассказывал. Главный вопрос. Зачем строить модели? Ты путаешь то, что ребятам завтрашним это нужно будет для трейдинга. Они хотят делать оценку. Им, естественно, нужно это делать точно. Ну, потому что, а как же иначе, деньги, реальные деньги. Если мы ошиблись в прайсинге, то мы очень быстро будем за это наказаны. А в риск-менеджменте не так. Риск-менеджмент на самом деле не так важно точно воспроизвести в своей модели стоимость портфеля. Гораздо важнее, поточнее воспроизвести его чувствительность и корреляция. Не важно, что мы будем стабильно ошибаться на 5% в цене. Главное, чтобы мы правильно захватили свои модели чувствительности, факторов риска, которые у нас есть. Это реально гораздо важнее. То есть, просто разные модели для разных применений будут разные. И к вопросу о том, нужно ли уметь строить умные модели, еще один просто момент, который тут еще не прозвучал. Можно построить очень клевую и умную модель. И все будет хорошо. Но не долго. Потому что, как только эта умная модель начнет работать, ей обязательно начнут пользоваться люди, которые понятия не имеют, что делает эта модель, когда ее можно применять, когда ее нельзя применять. И самое печальное, что этот процесс, в принципе, нельзя остановить. То есть, он иногда наступает сам собой, когда, например, ключевой сотрудник увольняется или переводит в другое подразделение. Но даже если этого не происходит, вот как было в кризисе 2008 года, когда все эти модели на основе КОПУ для оценки CDO, они распространились просто потому, что в них все верили, они были успешными. И их начали применять люди, которые в этом ничего не понимали. Естественно, от применения моделей, от людьми, которые в этом ничего не понимают, очень быстро, ну, иногда очень, иногда не очень быстро, но достаточно скоро наступает полная кранты. И этот процесс вообще нельзя остановить вот никак. Только повышением общей культуры. То есть, любая модель, которая сложнее, чем в среднем, может воспринять общество, рано или поздно приведет к такому результату. Согласен, Виктор, спасибо. Я тоже прокомментировал, что модельные риски, инвестбанки активно используют уже давно модели, и научились управлять модельными рисками. Идет целый процесс. То есть, во фронте сидят кванты, которые в бизнесе, в рисках сидят кванты, которые от рисковиков. И все модели периодически пересматриваются, обязательно верифицируются, бэкрестируются, но не однажды, а на постоянной основе. Спасибо. Здесь, я почему еще написал в ответ на комментарий Виктора и Владимира, слово «use». Те из вас, кто знакомы с базе, да, там есть такое. Да, понятие «use test». И «use test» очень хорошим принципом можно проиллюстрировать. Говорят, лучше, чтобы была система, которую разработал гений, но в которой разберется любой дурак, чем система, которая работал дурак, но в которой разберется только гений. Да, т.е. вот этот эффект ухода ключевого сотрудника, да, он на самом деле в каком-то смысле страшен, да, т.е. организация должна страховаться, да. Вот просто Виктор очень дорогую для меня тему поднял с точки зрения Копол, потому что я не избежал этого комментария ни при защите, ни в Америке рассказали, т.е. на защите мне написали, да, вроде как у вас есть новизна, но ведь Кополы привели к кризису. Что вы на это скажете? Так когда в Америке, в одном из университетов, небольшой университет Святого Томаса, в него пришел к преподавателю человек, парень, и говорит, там тоже мужчина, профессор, рассказывал про Кополы, и он говорит, а что, мой папа сделал этот кризис. Его папа был Дэвид Ли, человек, который в 2000 году опубликовал первую работу про применение гауссовских Копол, самых простых, не отражающих эсимметричных взаимосвязей, не отражающих тяжелых постов и т.д. И вот, когда продавали все эти СДО, говорили, ну там Кополы, вы, поверьте, это точно все схвачено, да, как схвачено, никто не рассказывал, ничего, да, но у людей ассоциативная связь, да, Кополы кризис, Кополы СДО кризис, да, поэтому здесь вот это понимание модели, да, очень важно, поэтому единственное только насчет модельного риска, вот вы думаете, вообще его, можно ли его смоделировать и построить модель для него, насколько вообще... Нет, модель для модели. Я как раз хотела об этом сказать, что, ну, очень многие уходят в дискуссию и за деревьями леса не видят. Ну, да, есть модель, модельный риск, он, естественно, иногда существенный, потому что вообще применимость данной модели в данной ситуации – это всегда большой вопрос. Адекватность этой модели в данной ситуации – это тоже большой вопрос, потому что мы там все видели 2008 год и мы все видели в 2015 год. Те модели, которые сработали в 2008, не сработали в 2015, а наоборот. Потому что каждая новая угроза, она представляет из себя некий новый набор факторов. Тут, наверное, важно все-таки там не опираться на весь опыт предыдущих знаний, а быть немножечко там аналитиком и провидцем, да, это про то, что... А что лучше – фундаментальный или технический анализ? И этих дискуссий миллион. Я недавно случайно обедалась в этом комбинате, и на РМК показывали, что такое, я не знаю, что такое вообще существует в природе, битва фундаменталисты и технарях. Ставит бог аналитиков и дает им задачи. Слушайте, интересно просто глаз не отдавать. Оба несут такую несусловную чушь, которую не отдали, как саниматурно в другом случае. Но у вас тут не ограниченное количество времени, ограниченная должность информации. Я сделала открыт рот. Ну, потому что понятно, что истинно где-то рядом. И вот про модели, ну, очень многие увлекаются. И, наверное, если мы говорим просто про оценку данного, я опять же поклонник того подхода, что модель должна быть результативной с точки зрения каких-то конкретных решений. Я вот перед тем, как перейти, то есть инвестбанки без них не могут жить. Да. Инвестбанки безумных моделей жить не могут уже априори. Когда это не инвестбанки, это российские банки, которые может быть в базе, в принципе, или размещать. А инвестбанки уже априори у них сидят во фронте. И модельный риск, он один у них отзенивается. И здесь вопрос не столько оценить, сколько, да, потому что очень много времени тратится на вопрос, сколько. Нужно сучить руки и управлять этим риском на постоянной основе. Да, и верифицировать модель. Поэтому здесь вопрос индустрии. Где-то это применимо, если, например, в... Да. У вас операционный риск оставляет. Там не модель. Смотрите, я в разных местах работала. Да, я хорошо понимаю разницу. Там есть банка, коммерческого банка, коммерческого предприятия. Дело не в этом. Дело в том, что важно понять, что мы хотим этим модельным риском поймать. Если мы хотим на основе оценки модельного риска понять, какую модель нам надо применять или что нам надо с моделью сделать для того, чтобы она заработала, это одно. А если мы хотим просто посчитать... Не знаю там... Не посчитать, просто именно в управлении. Вот. Просто именно в управлении, не в оценке. Да? Мы опять... Мы говорим просто об одном и там же. Я вот, если позволите, да. То есть, хочу, чтобы коллеги, да, которые присутствуют в аудитории, они задумались над некоторыми аспектами, которые еще выходят из вашей дискуссии про модельный риск. Потому что, вот вы вдвоем друг друга понимаете, да, понимаете в том, что речь идет про трейдинг, про торговые операции инвестбанк. В инвестбанке, задумались вы или нет, есть принципиально другой риск, связанный с моделями. Это модели оценки стоимости компании. Когда происходят сделки, покупки, продажи. Эти модели не работают в односекундном моменте, да, но риски того, за сколько покупают, продают компании, обоснованно это или нет, да, как ведут сейчас оценки стартапов, да, насколько это обоснованно, что 85% стоимости заложено где-то в будущем. Чем это вызвано? Никакими денежными потоками, ничем, да. То есть, модельный риск, понимаете, что он намного шире. Это не просто расчетные модели для рисков торговли. Это везде, везде, где вы используете модели, где вы берете в основу, в поддержку принятия решений некоторую систему, подход, основанный на статистике. Вот там это возникает. Я просто хочу вернуться к тому, с чего мы начали, продолжая пример Оли, про битву фундаменталистов этих норей, да. На самом деле, если вы зайдете, вы не меньше, я думаю, даже больше увидите в ютубе роликов встречи боксера-каратиста, айкидо, муай-тай и так далее, да. Все, все кому-то что-то хотят доказать, а в чем вопрос на самом деле. Вот с точки зрения искусства, с точки зрения искусства, мастер, да, вот как Оля сказала, про высшую степень мастерства, он на той мастер, что он уже понимает, что ему не надо никому доказывать ничего и соревноваться, да. То есть там, если он может зарабатывать на тех анализе, он не будет на с кем соревноваться, на континентальном не будет. Если человек считает, что ему надо соревноваться, значит он сам понимает, что что-то в подходе есть проблема. Поэтому вот, если передавая слово, Оля, тебе можно один уточняющий вопрос отрисую, а вообще, может ли риск-менеджер про комментирующую предыдущую модель? Вот, чтобы федалифицировать двух словах, вот я вспомнила один из моих любимых анекдотов, вот по поводу прибили Копол и так далее, да, что собрали физика, инженера и математика и дали задачу, там, дали им десять овечек, дали там несколько досок и сказали построить такой заборчик, чтобы ограничить как можно больше количество овечек. Вот, ну инженер построил квадратный забор хороший, крепкий там, да, сколько-то овечек, там, внутрь попал вот этого загончика влезло. Ну вот, физик там построил круглый заборчик, чтобы максимизировать площадь, там тоже сколько-то овечек попало. Вот, математик построил какой-то кривой забор, залез внутрь и говорит, допустим, я снаружи. Так вот, по поводу применения моделей Кополу, вот те, кто сочиняли Кополу, они прекрасно залезли внутрь и сказали, допустим, я снаружи. И они, с точки зрения вот этого предположения, вот этой предпосылки, гениально, все опции были внутри. Задача была решена отлично, вот. Но понятно, что с точки зрения простых вот людей, о том, о чем Витя говорил, да, и применение это простыми людьми, то есть вообразить этот взгляд изнутри заборчика как снаружи, да, это несколько трудно и понятно, что с точки зрения простых обывателей задача не решена. Это вот такой вопрос, да, что видоваты не модели, видоваты, там, применимости и взгляд правильный, да. А вот если, опять же, про модели, да, то есть, ведь модели, вот то, что Виктор и говорил, да, кто будет применять, да, что вдруг уйдет и найдется тот, кто начнет применять, не знает как. А вообще вот может ли быть, да, вот знаете, говорят, там, вот человек с MBA, да, вообще он, там, почему нужен организации, не в том, что он будет каждодневно применять все свои знания, которые есть, но в кризисной стрессовой ситуации, когда очень редко нужно что-то особенное, да, тогда, тогда он может пригодиться, да, вот. Риск-менеджер, насколько для него это актуально, если мы, например, понимаем, что, ну, не нужны нам изощренные умные модели, нам надо, чтобы в целом работал. Насколько, вот, вообще можно назвать, что должен быть Power Qualifier? Ну, вот, мой ответ на это, что, да, он, ну, если именно вот так, может ли, да, да, конечно, он может оказаться слишком умным, ну, и мы, собственно, это уже обсудили, да, что он будет делать шедевр, но никто вокруг не будет понимать, что это шедевр, да, это будет слишком много ресурсов занимать, и здесь вот, где раз мы фильмы вспоминали, да, и вот предложили вспомнить еще тоже один фильм, очень красивый, это «Игра в имитации», да, как там, значит, программист вот создавал свою гениальную машину, но на тот момент, то есть все понимали даже важность создания этой машины, этой шифровальной, да, там, для выигрыша в войне, но не готовы были только сколько ждать, да, и только вот один он понимал, и до последнего там просил их не отключать эти штепсеры, да, только на проект пришли, значит, их вырубать, ну, вот, что он, что она досчитается, и вот он ждал, то есть, да, он сделал гениальное изобретение, очень важное на тот момент для человечества, да, но человечество не готово было столько ждать, то есть перед всеми ними стоял вопрос, да, готовы ли они нести столько человеческих жертв по времени, да, и ждать окончания разработки этой машины, чтобы потом спасти большее количество жизней, или пока все-таки они будут ждать, покинет больше людей, чем то, сколько спасет эта машина потом в конце, да, остановив войну, и поэтому такой вопрос, в принципе, ну, скажем так, в спокойное время, и когда достаточно, там, хлебные года, он, ну, не часто всплывает, да, только в отношении, там, ну, там, скорее вот, большие мелкие банки, да, то есть, ну, если там про банковский сектор говорим, то это относится, скорее, на масштаб банка, да, то есть готовы ли там мелкие банки, там, в себя вызывать хороших специалистов, да, улучшать ресмешменты, или у них есть какая-то там планка, лимит, да, до которой они дошли, им комфортно, да, и замечательно, дальше они там вглубь копаться не хотят, а вот в кризисные года, в которых, собственно, в последнее время активно питают, да, вот, эта проблема остается сплошь и рядом, потому что здесь вопрос уже даже не в ресурсах, да, может даже и готовые банки бросить дополнительные, еще дополнительные средства, смотря на, там, убытки несущие, там, и прочее, да, вложиться в то, чтобы улучшить ресменеджмент, да, но уже там тоже не успевают, или тоже, вот, тратить время сейчас, посредине еще средств на то, чтобы улучшать свой ресменеджмент, да, или все, уже война проиграна, да, то есть уже идти своим чередом в том же темпе, да, и как-то не улучшать. Это дилемма, на самом деле, вот, и кажется, и банк, там, ну, предприятие, я думаю, да, тоже вот решает, чтобы не спасло ему. А вот, я не знаю, Максим, комментарий, да? Ну, как, слышно, да? Я просто хотел бы бросить один вопрос, который, может быть, не пять раз, там, поднимите. С учетом того, что мы двигаемся, активационные технологии двигаются в сторону дальнейшего вот развития, взрывообразного информационных технологий, да, и к развитию искусственного интеллекта. То есть, можем ли мы прийти в каком-то будущем, в ближайшем или нет, к тому, что человек, простой человек, не сможет, ну, просто в силу скорости физических реакций, не сможет уже управлять рисками, скажем, действий реалитических сложных систем с искусственным интеллектом, и, соответственно, только сам искусственный интеллект может каким-то образом управлять, в том числе риском этих систем. Спасибо. Спасибо, вопрос хороший. И сейчас немножечко вопрос про оу-у-у-у-у. Честно говоря, меняет очень, ну, вольная, ненасущная тема про вообще вывод профессионализма в этой стране. Какой? В России. Сейчас, да, я здесь не хожу, смешно, буду говорить про то, где я нахожусь, чисто физически. И, честно говоря, можно быть сколь угодно квалифицированным, да, с точки зрения техник, но совершенно не уметь их применять, и это совершенно не делает вас крутым профессионалом. Профессионализм, с моей точки зрения, это все-таки способность адекватно решить поставленную задачу. Если вы не можете предложить решение адекватное формулировке задачи, вы не умогурифай, вы просто не профессионал. И вот это вот очень простые вещи. Сколько там угодно их не были с доумовым и не умели строить умные модели, но это просто не профессионализм, и это стыдно. Я знаю очень много людей, которые приходят, очень много молодых специалистов, которые, видимо, я не знаю, они, наверное, были очень наперегованы теми сложными предметами, которые преподавали в университете. Это вот про то, что, ой, а что, здесь еще отчетность надо читать? Я не знаю, что происходит там с образованием, что происходит с ожиданиями, что происходит с преподаванием менеджмента. Наверное, это все как-то очень сильно связано, но вы получаете деньги не за то, что вы такой умный, а вы получаете деньги за то, что вы достигаете какого-то определенного результата, либо своего собственного, который вы там сами перед собой определили, либо результата, о котором вас попросили. Вот и все. Если, да, неквалифицированных людей, может быть, да, тут просто надо учиться и не следиться, там, себе за это признаваться, что я не знаю вот это, я не знаю это, я не знаю, как это сделать, но в конце концов сейчас там образование на том уровне, когда у всех у нас есть онлайн-доступ, когда у нас есть вот такая прекрасная возможность собираться в международном масштабе, обмениваться идеями, опытом и стоп-сего, еще другого. Но то, что происходит там с качественным менеджментом, это пока весьма другая история. Максим, если позволишь, мы вот вопрос оставим, да, то есть его не забудем, но вот я просто хочу своим мнением поделиться, вот то, что Оля говорит, что в принципе, наверное, риск-менеджер может быть overqualified, то, что, Оля говорит, то, что на самом деле, да, ну, не может быть overqualified, то есть человек не может решить задачу. Мой коллега сказал очень ценное высказывание Эйнштейна, что есть простота по ту сторону сложность. Вот для меня этот переход на примере любимых кокул в чем состоит? Да, сначала, когда начал погружаться в них, кстати, кто вообще кокулы знает? Раз, два, четыре, пять, да? Это вы можете посмотреть, очень интересная тема. Какое-то хорошее слово кокулы знает. Ну, хотя там, на самом деле, далекая история, как в музыкальных инструментах есть кокулы, но это отдельная тема. Так вот, когда начал знакомиться с кокулами, да, вот, конечно, хотелось, да, вот, чтобы вот кокулы везде применить, потому что действительно есть преимущества и так далее, но это вот был пик, да, это вот уровень сложности казалось, что вот это решение, да, А вот другое, как мне кажется, более высокое понимание пришло именно тогда, когда осознал, что, на самом деле, во-первых, не всегда это нужно, раз, и во-вторых, применять, как мы говорили, что пока у нас нет критической массы, пока, если другие не понимают, то ценностей не будет. И вот здесь, с точки зрения вообще решения практических задач, хотел бы сослаться вот на ассоциацию применения в рамках Нью-Брейс проходит чемпионат для студентов по решению кейсов. И вот в чем прелесть, да, вот мы сейчас провели один этап, да, в следующем году будет очередной. Там предлагается кейс, вот, не то, что риски, оцените риски, да, он именно прикладной, чтобы вы могли, вы можете зайти на сайт, посмотреть примеры кейса, да, в чем он состоит? Он состоит в том, что вам реально нужно решить задачу. И вот на самом деле, помните, мы с чего начали, что в риск-менеджменте есть вообще стратегии, понимание стратегии. На мой взгляд, когда мы говорим про профессионализм людей, да, готовые, насколько они к реальной жизни готовы к управлению рисками, вот, они не должны ограничить себя просто пониманием математики, теории вероятности, да. Если человек может ответить обоснованно вопрос, в чем ему держать, в рублях, в долларах, в свои сбережения, что будет, как учесть, что падает нефть, что она может упасть, может не упасть. То есть риск-менеджер, да, это шире, да, и вот это намного важнее, чем вы можете очень-очень сложно построить нейронную сеть, которую никто, кроме вас, не понимает. Поэтому здесь, вот, не знаю, если есть некое добавление, если вы позволите, просто Максим, ответьте тогда на твой вопрос, вот, потом он будет спрашивать, то, что вы думаете. На самом деле, есть у нас вопрос в дальнейшем обсуждении, насколько вообще заменяем, замещаем ли человек моделью, да, вообще, какова его роль, и здесь вот, есть же, не знаю, знакомы вы с экспертными системами, обучаемыми системами, которые, например, используются в медицине, которые могут ставить диагноз, выписывать рецепт. Вот, на самом деле, теоретически, да, может быть, человеку и не нужно будет управлять, если он сможет разработать, настроить такую систему, да, на мой взгляд. Вот, может быть, да, его роль сведется к тому, чтобы создавать такие системы, модели, организующие. Вот вы что думаете, насколько вообще это актуально и неактуально? Я всегда вспоминаю какие-то спецнеки-страшенки про то, как роботы сошли с ума, вышли из подуправления, из воевали, да. Мне кажется, что сейчас просто системные риски уже такие не очень контролируют и человека, да. Уже очень много достаточно сложных процессов, которые сложно опозреть, осознать в рамках человеческих возможностей, в всяком случае, не индивидуально. Что касается вопроса, а что мы с этим вообще, кому будем жить дальше, и что мы с этим будем делать, мне кажется, что это как раз основной логик развития на всех технологиях заключается в том, что надо параллельно придумывать системы управления и системы контроля, да, какие не менее мощные, что называется. Понял, понял. Я вот, я хотела бы вернуться к презентации, можно ли, где-то, можно ли. Жорик, кликай, кликай. Следующий. Нет, 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 нет. Я вот, Оль, начинала с детских сказок, да, там, про эстрашилки, а я вот немножко так отойду вроде от вопроса, скоро у вас рассказочек начну, потом объясню, как он сочетается этим вопросом, берусь к ним назад, да. Вот мне все выносит, я там уже не раз рассказывала, может, это повторюсь, да, попался некий материал, статья про рис-менеджмент, где шла речь про культуру рис-менеджмента, и приводился вот такой пример, такая аналогия, то есть рис-менеджмент сравнился с игрой в гольф, и если мы рассмотрим игру в гольф, там существует, ну, в принципе, это не обязательно игра в гольф, да, любым испортом мы начинаем заниматься там каким-то делом, да, то есть, и как раз здесь вернемся к нашему началу дискуссии по пунктам, уровня владения неким там искусством боевым, там, или еще каким-то, да, то есть вот мы проходим несколько стадий, нас первым и новичок, там дальше уже, там какой-то там ученик, да, потом мастер, и уже там сусейн 80-го уровня, да, так вот, значит, пример какой приводился на гольфе, что когда уровень новичок, когда он начинает играть, ну, значит, я один раз пытался играть в гольф, скажу с собой, первая главная задача, как мне кажется весь вопрос у нас в городе, попасть по мячу, ну, это, кстати, не подложено, то есть это даже за новичком, допустим, научились уже попадать по мячу, дальше, собственно, вступаем в игру, цель игры, ну, всем известно, да, попадать в лунки, а по пути там встречаются всякие там лужи воды, вода там, да, какие-то области с водой, область с плеском там, значит, откуда либо мяч пропадет у вас, просто потеряется, либо его очень трудно будет выбить в следующий, как бы, удар, да, и, соответственно, он начинает играть новичок, уровень новичка, он, значит, пуляет эти свои мячики, но поскольку он вообще не владеет еще своим телом, координацией, там, глазомером относительно этого мячика, да, то его самая главная задача, даже не главная задача, он вообще еще не управляет никакой задачей, то есть он просто пуляет, нужно попасть по мячу, и, ну, как бы, относится просто спокойно, язык, что называется, к тому, что часть этих мячиков у него, вот, допустим, там, вот он упадет, улетит в озеро, там, потеряется все, ну, как бы, он никак этим управлять не может, значит, дальше он уже потихоньку обладевает этим мастерством, и следующий уровень наступает, что он уже может несколько скоординировать полет этого мячика и направление, да, и он начинает понимать, что ему надо играть так, чтобы как можно больше, то есть подальше, на всякий случай, подальше обойти эту воду, вот, потому что он уже, конечно, может управлять мячик, но не может еще настолько хорошо, чтобы пройти максимально коротким путем, то есть он понимает, что у него вот этот разброс его мячика, его направление выбрано, он довольно широкий, вот, и поскольку он боится, что все-таки какая-то часть улетит, он просто с запасом берет вот этот обход. Дальше следующий уровень, когда он уже вообще может достаточно четко управлять полетом мяча, то есть достаточно точно выбрать направление, и он просто что делает? Он уже может довольно близко по кромке воды пройти, если там максимально короткая траектория, да, но он просто уже вот примеряется, как ему сильнее ударить, там выбирать какие-то инструменты для себя, там, да, как он уже встает, там, где ветер, где что, да, чтобы мячик не попал в воду. И, вот, наконец, самый последний уровень, это когда игрок выходит на поле, ему вообще все равно, есть ли там эти каналы с водой, нету, какая трасса, первый раз он ее видит, не первый раз, да, и он видит цель, то есть его задача мячиком в лунку попасть, то есть он бьет уже настолько точно, что он не рассматривает вот эти препятствия и опасности, его цель, он бьет в лунку. Вот, и, соответственно, как этот, здесь шрифт немножко мелкий, я сразу скажу, я его оставила только за тем, что не надо эти ломать глаза, пытаться прочесть, только кому будет интересно, чтобы смогли потом этот слайд взять и уже, там, думал, почитать более подробно этот текст, да, здесь я сейчас просто скомментирую, смотрю на картинку, да, так вот, если это спроецировано на риск-менеджмент, и вот, значит, сейчас буду подводить к чему-то про модели, и может ли робот риск выраживать, это просто замечательно, да. В риск-менеджменте человек, ну, как, как, такой некий организм, можно сказать, да, или некоторая система, да, она проходит тоже некие стадии эволюции. Первое, это когда, ну, можно сказать, нет толком никакого риск-менеджмента, или он такой, весьма, там, номинальный, да, когда, грубо говоря, чукаться начинает только тогда, когда проблема возникла, то есть, ба-бац, возникли какие-то, это, кстати, до сих пор существует, по крайней мере в банковской системе я даже с этим сталкиваюсь, да, то есть, сидим-сидим, тут, ба-бац, кризис, ба-бац, вары, оказывается, были плохие, ба-бац, коплы были плохие, да, ой, и только, когда вот это все уже, ба-бац, наступило, все, все чухнулись, и давай что-то новое изобретать на этом месте, да, то есть, на самом деле, это та самая стадия новичка, вот, когда он пуляет, сам не понимает, куда, ждет беды, то есть, вот упал вечер, вот, ну, печалька, вот, и, собственно, никакого, на самом деле, ресмежем, как такового нет, то есть, чухаться начинаем только тогда, когда случился пожар, все побежали за ведрами, затем наступает стадия, так называемого, смягчения, что, ну, как бы, в ресмежемте уже понимают, что, ага, случаются бедственные ситуации, ну, давайте как-то разработаем, как нам их проходить, эти бедственные ситуации, значит, по новой с гольфом, да, то есть, вот улетает мячик, раз лужа плохо, раз мячик улетает в лужу, ну, давайте подальше от лужи, просто в другую сторону уйдем, да, что, ну, наверное, тогда мы в лужу не попадем, или там с пожаром, да, то есть, пишем план, если у нас случится пожар, хотя он еще не случился, да, то мы будем делать то-то, чтобы как можно меньше последствий от этого пожара было, да, следующая стадия, это предотвращение, то есть, риск-менеджмент становится уже на более высокий уровень, и наступает стадия, когда мы разрабатываем уже некоторые меры неподхождения к этому случаю, то есть, например, вот, да, то есть мы уже смотрим, ага, а что нас вообще, собственно, приводит к пожару, да, там, какие-то, допустим, использования материалов горючих, еще что-то, ну, вот мы пытаемся там как-то заменить, это уже довольно такой самостоятельный, вполне уже зрелый риск-менеджмент, следующее, пятое, четвертый, извиняюсь, стадия не уступает, так называемое предвидение, то есть мы уже не просто думаем, ага, то есть как нам, вот, по максимуму предотвратить ситуацию, когда возникает пожар, а еще более глубокое, вот как раз модельное прочее, да, то есть более глубокая разработка, производится вот применение уже более сложных моделей, то есть насколько филигранно мы можем вот этим управлять, да, то есть, например, там, ну, боимся мы пожара, да, давайте покрытие какие-то используйте, антипожарные, но здесь уже не просто используем покрытие, а еще и некий анализ, а вообще, а в какую погоду чаще происходит пожар, там, например, в жарку или что, да, что вообще делается, и последняя стадия, это когда уже возможность, то есть вот тот самый экспертный уровень, когда риск-менеджмент, и то, вот с чего я начинала, да, по поводу того, что риск-менеджмент вместе с бизнесом, мы все, на самом деле, работаем на прибыль, если мы возьмем эконом-теорию и фирмы, и банка, банки вообще, они как институт экономики, были созданы для перевоспределения средств, и получения за это маржи, то есть с целью существования банка, ну, если не инфраструктура, а DSA, да, DSA это получение маржи, работает производственное какое-то предприятие, да, оно что-то производит в экономике, там, полезное какое-то продукт и прочее, но его цель максимизации прибыли, это все мы знаем с эконом-теорией, так вот, последняя стадия, это когда риск-менеджмент уже работает тоже вот на этот уровень, то есть он не оценивает, что у нас получается, как это все предотвратить, как нам все вместе тоже пожар, а он помогает бизнесу, например, да, объяснить там клиенту, то есть сделать это конкурентным преимуществом, да, то есть сообщите всем, что вот у нас настолько уже безопасно все, что привлеките, да, что мы знаем, как всех спасти от пожара, и вот это я к чему, по поводу замены людей роботами и прочее, что на самом деле, вот проходя вот эти все стадии, вот роботы, они, наверное, только где-то вот там в середке, может один раз как оценка возникает, да, может вот эта часть, как инструментарий, да, может замениться роботом, но вот как система, то есть я не верю сейчас в то, что существует какой-то компьютер ломоносов, да, и когда-нибудь на нем будет создана интеллектуальная система, да, и прочее, которая заменит человека настолько, что сможет вот реализовать все вот эти, проанализировать все вот эти фазы и прочее, даже если машина обучаемая. То же самое, как мы, бесконечно сейчас обсуждается, да, может ли быть робот, который как человек научится играть в шахматы, но на самом деле, опять-таки, да, то есть вот робот, который интуитивно поймет, какую стратегию шахмата сейчас лучше использовать, такого нет. Идет война только за то, что успеет ли робот быстрее пересчитать все вариации, да, все комбинации шахматной доски на данном ходе. То есть это просто вопрос скорости, вопрос каких-то технических этих, но при сменжменте присутствует не только они, присутствует очень много еще деталей, да, и этапов, которые, ну вот, не автоматизируешь, на мой взгляд, никак модель. Спасибо. Позвольте вот сейчас, подводя итог, да, то есть мы чуть попозже начали, чтобы не занимать все 15 минут перерыва, сделать, как знаете, последний небольшой вопрос, последний краткий ответ на 30 секунд, и я бы потом хотел закончить на твоем слайде, который с богатырем, ну вот не сейчас только, вот, а вопрос вот такой, да, у нас было много еще дополнительных вопросов, которые мы хотели обсудить, но вот если попробовать их перефразировать, вот, что мне хотелось бы, да, над чем вы, например, задумались, от чего у вас заболела бы голова, вот что он делает, да, вот сейчас есть очень хороший пример, да, то есть вот провокационный вопрос, но нужно ли внедрить внешний регулированный риск для промышленных предприятий, да, то есть вот это просто яркий пример, да, то есть сейчас есть банки, которые регулируются, за чьими рисками смотрят, да, но мы понимаем, что риски, они не только в банках, да, то есть вот это, в принципе, глобальный вопрос, вот, например, на прошлой летнейшем, зимнейшем, который Алексей рассказывал, да, что есть концепция дистанционного регулирования, да, есть разные подходы к регулированию, но вот если взять такой естественный эксперимент, потому что с банками вроде как-то сложилось, да, вот, с промышленными компаниями еще нет регулирования официально, да, вот ваш вопрос, если можно, можно начать с тебя, потом краткий ответ, как вы думаете, да, вот что нужно или нет. Развращается, мне сегодня просто красный нитью это будет идти, прежде чем что-то сделать, надо хорошо подумать, зачем это делать, кому это выгодно. Вопрос, зачем вводить регулирование рисков промышленных предприятий? Если промышленные предприятия, мы же понимаем, что если они понесут потери, это же в итоге проблема для, поставщиков, контрагентов и так далее, может быть, они плохо управляют риском, надо помочь им, все это предлагаем. если я веду свой частный бизнес, плохо, я несу убытки, это мое личное дело, это мой бизнес. Если позволите вспомнить, просто я очень люблю вас, Джона Мейнерда Кейнса, он сказал, что если вы должны банку 100 долларов, это проблема есть у вас, а если вы должны ему миллион, то проблема есть у банка. Поэтому если вы ведете малый бизнес с палаткой, это введите ваше дело. Если у вас большая компания, крупная, которая может иметь, то, что правильно сказала, что не то, что не моделировать, системные последствия, то тут уже есть внешний эффект. Вы можете не хотеть, а они будут. Я не смотрю, тут на самом деле такая история. Понятное дело, что так или иначе это регулирование существует, потому что то, что может произойти на системном уровне, просто немножечко акценты смещены. Там экологические риски очень существенные для промышленных предприятий и могут нанести серьезный урон в окружающей среде. Но это регулирование есть. Оно просто не консолидировано в одном органе. Если вы кому-то должны много денег, наверное, те люди, которые нам эти деньги давали, они тоже об этом подумали заранее, что произойдет. Но сейчас есть правда хорошая ситуация с мейчилом, допустим. У нас много системных рисков, которые непонятно на кого перекладывать. И с градообразующим предприятием, с системообразующим предприятием, на этом есть Админэкономразвитие, есть Министерство экономики, есть Министерство финансов. Вот не будем говорить о том, что нет никого, кто за этим вообще там не смотрит. Ну, просто происходит все немножечко не так, как происходит с банками. Происходит все несколько иначе, но так или иначе учитывается. Но же не единый какой-то орган, который будет говорить бизнесу, что ему делать, как ему этот бизнес вести, я не умею. Спасибо. Моё мнение, что если мы расходим экономику в целом, то вот как раз это я хотела тоже прям хороус геликам заразить, тема того, что это не просто, да, у предприятия есть рентабельность, есть выручка и так далее, да, ну, конечно, он само себя регулирует, да, если он там разоряется как какой-то невыгодный там, ну, это печаль только для его клиентов, которые пользуются его условиями, да, но если предприятие сегодня должно банкам, действительно, это становится проблемой, что это уже не только дело предприятия, но вот в продолжение этой идеи как раз, да, хочу отметить, что если смотреть экономику в целом, то вот эти средства, выданные предприятиям банками, оно в принципе регулятором через банки регулируется, да, то есть, ну, здесь можно обсуждать, регулируют ли напрямую само еще предприятие, да, но некую вот такую первопроизводную от этих денег, в общем-то, ЦБ под контролем держит через банки, это во-первых. Ну вот, так вот, по поводу, ну, по поводу, собственно, надо ли ввести некое внешнее регулирование или единое регулирование. Вот еще по поводу регулирования, да, я хотела сказать, что сегодня у нас вообще, ну, не сегодня, на вот этой зимней школе, где, я что-то смотрю, у нас вообще вопрос регулирован, каким-то камнем предсказновения стал во всех презентациях, во всех вопросах, потому что, вот если заметите, у нас идет, как бы, обсуждение со всех граней, то есть, началось, вот вчера с Алексея из вопросов базили, и так далее, там, жёстче ли надо, не жёстче ли, ведь, извиняя, как-то требования, да, потом вот, сегодня мы обсуждали с вами вот аспект, криптовалют, и, в принципе, то есть, это отголоски, там, идеи, что веруя в Адама, СМИДа, там, не нужно никакой регуляции, все само, себя отрегулируй само, есть свободная конкуренция, и всё будет прекрасно, да, достигнем максимальной точки, и вот сейчас вот мы ещё обсуждаем, что, а нужно ли закручивать гайки не только банкам, а ещё и предприятиям, ну, наверное, как бы, вот, моё мнение, все, там, три грани, да, там, имеют право на жизнь, да, но, вот, если говорить лично, сейчас, вот, о применении регулированных корпоративных предприятий здесь, сейчас, в России, да, то, моё мнение, надо сперва разобраться с финансовой инфекцией, с банками, потому что даже там всё неблагополучно регулировали, да, а потом уж добираться до корпоративов, если надо будет. Спасибо, Леонид. Коллеги, был вопрос? Да, небольшой комментарий. Давай сначала послушаем вопрос, китай, и не слышно. Не слышно? Да. Небольшой комментарий от промышленного предприятия, которое является системообразующей, да, в частности. Прежде чем переходить к калькулированию промышленных предприятий, сначала, а, дайте методологию, а второе, вы отдайте кадр. И, на самом деле, здесь, вот, будучи на этой встрече, и вчера, и сегодня, я очень рада, что здесь есть студенты, потому что это даёт огромную надежду, что какая-то часть из вас, она уйдёт не на финансовые рынки, там, финансовые трейдеры, и так далее, а кто-нибудь доберётся до севера Пермского края и захочет позаниматься дискометантом, непосредственно. Поэтому, прежде чем идти в эти вещи, нужны умные модели, вот тот самый вопрос, нужны ли промышленности умные модели, нужны, и очень нужны. Есть огромное количество вопросов, которые мы решить не можем. Есть деньги, есть возможность за это заплатить, но некому платить. потому что вот те риски, которые есть у нас, мы пытались найти решение на Западе, к нам пришли, посмотрели, сказали, да вы всё классно делаете, вы молодцы. Мы пытались решить те двумя институтами, которыми мы владеем, они сказали, нет, это не в нашей истории. Мы пришли в Российскую Академию наук, здесь в Перми есть филиал, и сказали, ребят, ну вы нам сделаете, мы вам заплатим. Они ходили полгода, пришли, сказали, блин, таких людей это нет, нам найти некого, ваша задача заниматься некому, понимаете, поэтому регулируем ещё далеко. Если возможно, представьтесь, пожалуйста. Я риск-менеджер из Уралкалия. Спасибо. Ой, посмотрите, это же прямо хорошее место. Тут очень много студентов, и у вас есть сейчас возможность просто... Я просто тебе говорю спасибо огромное, что вообще здесь есть студенты. Вы можете просто вот это, я не знаю, под эгидой нашей сессии объявить конкурс со своим кейсом и сотруднику, студенту, который решит этот кейс, просто предложить ему работу. Это было бы отличной версией, потому что на самом деле я попала вот сюда, на эту школу и вообще увидела компанию Прогноз, вы будете смеяться. Я познакомилась с компанией Прогноз в Москве. У меня есть куча консультантов, которые меня там что-то пытаются консультировать. Они говорят, мы вас сейчас познакомим, тут вроде у вас в Педми есть контора, пошлите на Тверскую. Вы пойдете на Тверскую. Пришли. И когда я увидела прогноз, я сказала, ребята, слушайте, вы находитесь от нас 150 километров, меня задолбало летать в Москву, почему? Вы чего в Перми-то сидите, почему до нас не доберетесь? И вот эта вот проблема, она осталась. Мы приехали в прогноз, мы сказали нашу задачу, ну там, более-менее показали бумаги, которые могли, прогноз нам ответил, ну сложно, наша задача сложная, надо думать. но тем не менее, в любом случае это радует, что есть и такая компания в Перми, что есть Пермский научно-исследовательский институт, который, кстати, нам ведет, ну, связанную с этой задачей другую задачу, делает плохо, мы ругаемся, да, и есть студенты, возможно, кто-то захочет посмотреть в другую. Ну, я могу прямо даже сейчас сказать, о чем, с чем связана наша задача. Самые глобальные риски, которые у нас есть, это риски затопления, прорыв на цельных толщинах. Это вот то, почему я здесь присутствую, почему я слушаю, смотрю. Я считаю, что без умной модели мы попросим, не боимся. Позвольте, мы сейчас несколько, вот, может быть, заключительных моментов, вот, скажем, которые вот хотели. Здесь могла бы быть ваша реклама, но, честно говоря, я все задумалась, приоргулировала, меня такое зло взяло, что я хорошо знаю, что бизнес в России, а поправка у меня был, как бы такой, мы есть вкусненький бизнес, и количество людей, которые хотели меня проконтролировать и зарегулировать, было таким огромным, в конце концов, мы живем в государстве, в котором управляются ловы и органы. Вот, носить так жественные ноти, я не знаю, передоём микрофон, кроме АББ и ФСБ, вот, куда уж круче, все так, на попу. Так, и в конце, у нас был, один еще маленький вопрос, как раз, интересный будет, и студент, может, в плане привлечения ресмешных, когда же и кому будут раздавать печеньки, да, то есть, вопрос бонусов, должен ли ресменеджмент участвовать, там, в разделении бонусов, да, и немножко отсыл, как раз, как раз, там, первого нашего вопроса, да, чем, как доказывать эффективность ресменеджмента, но как, вот мы уже обсудили, эффективность, как бы, ну, в идеале, должна быть в той же прибыли, но обычно, всем запоминается, там, как красиво бизнес завоевал за прибыль, да, все, победил, молодец, да, роли ресменеджмента, да, это действительно не так, но вот если провести аналогию, допустим, со сказкой, да, то есть, сейчас, один слайд вперед, ой, чест, то есть, все обычно запоминают красивую битву, наш добрый молодец, там, всех победил дракона, молодец, сделает, получает няшки печенья, да, в виде бонуса, а что же делать рисковикам, но на самом деле, в плане, вот эффективности и важности в этом процессе роли рисковиков, за которые они тоже должны будут получать в видеаре свои печеньки, да, в таком сравнении может привести, что вот до того, как наш добрый молодец дошел до вот этой главной битвы, да, и всех победил, вот, он прошел очень долгий путь, и вот на самом деле, вот в сказках, например, он всегда почти встречается такой момент, когда он подходит к камню, на котором написано, что пойдешь туда, там получишь что, пойдешь сюда, получишь это, там прям пойдешь что, вот у меня такой забавный слайд, там сверху, если заметить, написано долго, ты будешь думать, а то мы тебя и здесь накостыляем, вот это наша ситуация, да, что бизнес может, конечно, вообще попытаться никого не ходить, но случается кризис, ему и здесь могут накостылять, так вот, в реальности, вот эта вот надпись, это дело рук рисковиков, она сделана руками рисковиков, вот мы с вами, должны были за, уже до молодца этого оказаться во всех этих местах и следующее там и предоставить полную информацию, чтобы он вот в этом месте при управлении решения одержал вот эту конечную победу в битве с драконом, и, конечно, то есть вот, не скрою, очень сложно везде во всех местах и в банках и предприятиях доказать, да, что вот он, наш очень был важный вклад, ну вот, но надо стараться, да, и вот за это потом РСМР тоже должен быть, конечно, участвовать в распиле полоса в результате, моя надежда на это. Спасибо, Оля. Если позвольте, мне как некоторое заключение расскажу, почему я, конечно, не настолько далеко смотрю, как блокчейн, биткоин, да, я вам хотел бы привести один пример, который на самом деле навеял вопрос, который я адресовал коллегам про регулирование промышленных предприятий. В нем есть и возможность, и некоторые факторы, и моменты размышления. позавчера я был в Кариже на конференции, которая посвящена новому формату отчетности из БРЛ, и по ее результатам прислали информацию, что Банк Франции открыл в тестовом режиме отчетность предприятий, которые он собрал по Франции, десятилетнюю историю, то есть, с одной стороны, вы кто представляет университет, у кого есть желание и возможность, если вам нужна ссылка, да, то есть, вы реально можете подойти, можете начать вести исследования по этим данным, увидеть, что это есть, да, то есть, это не платный Bloomberg, не Standard & Coors и так далее, это данные Банка Франции, да, он специально открыл, чтобы люди начали использовать это, но сам факт, как история показывает, да, данные просто так не собираются, да, то есть, если их начали собирать, то, возможно, это чем-то закончится, я не говорю, что это обязательно закончится регулирование, но сам факт, да, то, что мегарегулятор, но французский Банка Франции начал за этим следить, мониторить, это есть некоторый факт, для меня, на самом деле, вот чем очень понравилось, я немножко с другой стороны смотрел, тем не менее, более оптимистичную карикатуру, вот, в чем здесь, я, если позволите, прочитаю, если не все видели, налево пойдешь по голове получишь, на правом глаз дадут, прямо пинок отвесит, то есть здесь выгоды, они очень специфические, да, вот, как я вижу, или что, как мне хотелось, как напутствие вам, да, если вы видите себя в сфере управления рисками, очень важно вот это облако, да, что, да, минимальный риск, он идет от нулевой позиции, да, но, на самом деле, если вы ничего не будете делать, все равно будут проблемы, поэтому, что хотелось бы, да, чтобы все равно, все равно было проактивное, не пассивное, консервативное, да, вот, просто ограничить, закрыть, не пустить, да, было такое размышление, поэтому, коллеги, спасибо большое за ваше внимание. Можно еще, буквально секундочку, вот, как раз, финальный слайд нашего выступления, да, по поводу, собственно, с чем мы начинали, риск, может быть, это наука или искусство, и вот, я очень люблю, всегда пользуюсь популярностью вот эту левую часть, да, вот этот левый слайд, что, да, вот, проведя вот все наше сегодняшнее исследование с вашей помощью, да, ну, мы где-то, наверное, на середке, вот, но всегда в управлении, там, и в том же контроле, да, не надо забывать, что все мы не боги, да, то есть, по-моему, модель, она не идеальна, вот, вносить некий вклад и в то же регулирование, например, и в банковский ресвеж, да, некой творческой составляющей, да, и, надеюсь, все у нас будет хорошо, красотающе. Спасибо. Спасибо. Через 15 минут, пожалуйста, приходите на следующую сессию, уже ревизорки сэшн, спасибо.